В Бердске сегодня работала передвижная лаборатория всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2021», цель которой – рассказать о вирусе иммунодефицита и пройти быстрое обследование. Параллельно можно было вакцинироваться от коронавируса и от гриппа. Врачи рекомендуют между этими прививками сделать перерыв не менее месяца. В условиях пандемии вакцинация от гриппа особенно актуальна. При этом медики подчеркивают, в первую очередь необходимо завершить иммунизацию от ковида, то есть получить оба компонента вакцины. А уже после можно делать прививку и от гриппа. Сегодня четыре вакцины – «Спутник Лайт», «Спутник Ви», «Спутник Эпивак» и «Ковивак Чумаковская». Первые три дня алкогольный пить, температуру умерить. Если вдруг поднимется, температуру сбивать можно. Если рука будет болеть, краснеть или чесаться от аллергии, таблеточки можно попить. Медики рассказывают правильное питание, курсы необходимых витаминов тоже помогают поддерживать иммунитет. Но все же именно вакцинация остается самым действенным методом защиты от вирусов. Масштабный автопробег Минздрава России тест на ВИЧ-экспедиция 2021 на этой неделе колесит по Новосибирской области. Сегодня остановку сделал в Бердске. Данный профилактический проект у нас существует с 2016 года. В текущем году мы стартовали 1 июня в городе Санкт-Петербурге и финишируем 1 ноября в городе Хабаровске. Будет охвачено 55 регионов Российской Федерации, более 150 городов. Результат анонимный. Никаких документов, чтобы пройти тест, не требуют. Используют современные тесты. Помимо экспресс-теста по крови, здесь могут взять анализ и по слюне. Точность двух тестов по разным оценкам составляет порядка 99%. Опасность заражения ВИЧ-инфекцией сегодня существует у каждого, невзирая на возраст, пол и социальный статус. Но при грамотной терапии с ВИЧ можно жить, говорят специалисты. Гражданин с ВИЧ-положительным статусом ведет такой же образ жизни. Он абсолютно успешен, создает карьеру, рождается абсолютно здоровые дети. И единственный прием ежедневных препаратов. Он также умрет от естественной старости. С каждым человеком проговариваем, выявляем возможные его индивидуальные риски, инфицированные проговариваемые эти риски. И с целью снижения тех рисков или помочь избежать рисков их поведения, обговариваем, что может привести к инфицированию пути передачи ВИЧ-инфекции. А какие риски? Риски на сегодняшний день, мы говорим именно о риске полового пути передачи, потому что на сегодняшний день 78% это половой путь инфицирования. Поэтому под риском находится абсолютно все взрослое от населения. Узнать свой ВИЧ-статус можно не только в рамках акции, но и в любой другой день в поликлиниках Бердска и в СПИД-центре в Новосибирске. Если тест дал положительный результат, необходимо встать на учет для получения бесплатной терапии и продолжить жить полноценной жизнью, соблюдая правила безопасности. Специалисты рекомендуют проверять свой ВИЧ-статус не менее чем раз в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова